К концу 2020 года Государственная Дума планирует принять законопроект о возможности расширенного применения биометрии и уточнении требований к ее безопасности. Уже сейчас в Москве работает система распознавания лиц, а банки используют биометрическую систему для верификации. И эти данные, ее модель настраивает. И после многократных этапов обучения она начинает уже распознавать новые данные. Для этого она должна узнавать человека. Отношение к этому законопроекту у людей неоднозначное. Это уже совсем такие новые технологии. Ну, в принципе, может быть интересно. Надо посмотреть, как будет в действии. Думаю, что отношусь отрицательно, потому что эта информация может утечь куда-нибудь, куда не нужно. С одной стороны, удобно, а с другой стороны, как-то, ну, включаться личные данные, везде будут в общественном доступе. Ну, у нас и так биометры же есть. Допустим, когда с Бермы проходим, у нас же тоже биометры берут. Так что в любом случае все данные есть. Ну, пусть так просто легче будет оплачивать. Растелеком планирует обеспечить готовность сервиса к промышленной эксплуатации к моменту принятия соответствующих законопроектов. Сейчас к запуску готовится оплата по лицу в сети магазинов лента. Это должно, в принципе, сокращать время обслуживания каждого клиента. Вот, то есть, на самом деле, вспомните, насколько быстро мы, например, за последние несколько лет приучились платить карты, и при этом, как это называется, платежная система прикладывайте. Я уверен, что мы очень быстро приучимся, и даже некоторые наши граждане, они отвыкнут, в принципе, носить, возможно, платежные средства с собой. Плюсом этой системы является ее бесконтактность, что особенно актуально во время мировой пандемии. Личность, вы, как сказать, касаетесь ничего. То есть, если я достаю паспорт, отдаю паспорт, да, или карточкой провожу по терминалу, или что-то еще, то я там соприкасаюсь. Но, несмотря на все названные плюсы, использование биометрии связано с определенными неудобствами. Сейчас вы можете воспользоваться чужой картой своего какого-то родственника, дети пользуются картой родителей. В данном случае здесь вообще невозможно будет подобная операция. Помимо этого, использование биометрических данных не может обеспечить стопроцентную точность. Введение этой технологии принесет как отрицательные, так и положительные изменения. Ведь, с одной стороны, появятся нарушители этого закона, а с другой стороны, это однозначно упростит жизнь людям и создаст возможность реорганизации профессий. Кристина Надышина, Ленардо Вильтьяров, Универа Ньюс.